По поводу конкурса Евровидения. Пропагандирует ли он нетрадиционную сексуальную ориентацию? Думаю, что нет. Думаю, что нет, но это, вы знаете, можно так за уши притянуть весь шоу-бизнес, что он пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию. Просто возможно, что люди творческие, яркие, они вообще не вписываются в какие-то рамки, поэтому людям, скажем так, более приземлённым кажется, что это вот как раз нетрадиционная сексуальная ориентация. По поводу вообще трансляции и по поводу участия России. Я считаю, что ничего плохого в том, что мы там участвуем, нет. Тем более, что, мне кажется, у нас было Евровидение, и мы всем показали, что мы гораздо круче можем организовать этот конкурс, потому что у нас, мне кажется, была просто... Ну, как говорилось, что русский слон, он самый большой слон. Достойно абсолютно справились с этой задачей, и так как Россию сейчас во всём мире пытаются как-то вот зажать несколько, поэтому я считаю, что участвовать надо, и почему не транслировать. Тем более, что это такой конкурс, который собирает много телевизионной публики у экранов. Его смотрят, ставят какие-то ставки. Почему нет? Прекрасное, по-моему, мероприятие. Надеюсь, что там не будет как бы с голыми задницами кто-то бегать в этом году. Ну, будет, ну ладно, выключим телевизоры, в конце концов. Ничего плохого я в этом не вижу.